политические шпагаты от орбана миллиарды долларов сырьевых доходов рф фейк бавовна в мариуполе использование детского труда в магадане у нас школа города 12 тысяч школьников и гостеприимность по-российски это вообще прикол ты посмотри на смеситель и раковину всем привет с вами ева николашвили эта программа в тренде со мной для вас самые актуальные интересные новости из соцсетей поэтому без лишних предисловий начинаем начать сегодняшний выпуск я хочу из поистине олимпийского шпагата в исполнении премьер-министра венгрии орбана в четверг вечером прошло голосование о начале переговора во вступлении украины и молдовы в европейский союз все мы помним как яростно против этого был орбан свою позицию он не менял впредь до дня голосований еще в четверг он заявлял что мол украина еще не готова это может нанести вред как есть так и венгрии но на самом голосовании случилось что-то невероятное орбан заявил что не брал участие в голосовании похоже на политический шпагат но так ли это похожая ситуация была в другом орбана банально обманули как пишет издание политика канцлер германии целенаправленно отправил орбана сходить за кофе а в этот момент все остальные члены проголосовали как итог историческое решение с украиной начинают переговоры по вступлению в ес что же касается трюка шольца то издание пишет что предложение сходить за кофе было не спонтанным его ранее обсудили в кулуарах однако в брюсселе это вызвало недоумение а как по мне то это было крайне красиво и боже как же мне бы хотелось после этого голосования видеть лицо орбана а вы как думаете премьер венгрии сам захотел не голосовать или его все же обманули пишите свои мысли в комментариях ставьте лайки обязательно подписывайтесь на наши каналы но при этом орбан все же смог добавить ложку дегтя в бочку меда лидеры ес до поздней ночи вели дискуссию касательно в частности выделения киеву долгосрочного пакета помощи на 50 миллиардов евро и в этом вопросе венгрия все же наложила свое вето об этом радостно сообщил сам орбан в социальных сетях итог ночной смены вето на дополнительные деньги украине вето на просмотр многолетнего бюджета мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ес после соответствующей подготовки позже это подтвердил и президент еврорады шарль мишель однако он заявил что этот мега пакет не отклонен а отложен лидеры стран ес договорились а в неочередном саммите который будет посвящен этому вопросу сам же саммит вероятно пройдет уже в начале января и венгрия уже выдвинула условия для разблокирования 50 миллиардов евро орбан заявил что они не отменят вето до того времени пока ес не выплатит венгрии все замороженные средства вот сейчас я прям вижу как россияне начали радоваться опять начнут говорить что украину все бросили это неправда конечно же но речь о другом я хочу поговорить о деньгах самой россии помните как еще недавно россияне хвалились что санкции никак не повлияли на сырьевые доходы рф более того они даже увеличились так вот это неправда центробанк признал миллиарды долларов сырьевых доходов фейком оказывается более 4 миллиардов долларов или 11 процентов выручки экспорта за октябрь банально никогда не существовали а теперь представьте если центробанк пересчитает выручку экспорта и за другие месяцы до санкции вообще никак не повлияли а чтобы быть в этом уверенным для этого нужно просто слушать исключительно роз тв и не видеть очевидного тем временем во временно оккупированном мариуполе в ночь на пятницу опять кто-то неудачно покурил случилось это в здании бетонного завода где как сообщают телеграм-паблики была база личного состава оккупантов по данным же советника мэра города петра андрющенко взрыва в мариуполе было два один из них на бетонном заводе а другой на территории за порт сити где захватчики размещали технику и части систем по говорят о ковзона ночью был аншлаг ну а теперь одна из моих любимых рубрик своих не бросаем согласитесь оккупанты прям это девизом сделали правда как мы все знаем другая но пусть упиваются своей ложью мне просто каждый раз так забавно наблюдать вот эту вот истинную заботу россиян о своих в этот раз в рубрику своих не бросаем попадают два оккупанта они по их же словам ждут автобус на ростов до этого им сделали операции они лежали в больнице а теперь добрые люди позаботились и оставили жить просто таки в лакшери условиях дальше лучше просто слушать и смотреть от первого лица вот так нас привезли ждать автобус до ростова не света не отопление нет заболели оба после операции короче ни воды не еды сказали дня три четыре будем сидеть здесь потом приедут зажали вот тут мы короче спим вот тут мы греемся условия непонятные какая-то заброшенная деревня конечно же такие случаи не единичные но разве есть до этого дела обычным россиянам а кремлевской власти я вообще молчу последние хотят использовать женщин как свиноматок ну а мужчин как пушечное мясо и к этому готовят с детства особенно мужчин вот например за государственные деньги планируют закупить 100 комплектов военизированной формы для детей-сирот из белгородской области об этом сообщают российские паблики и по их информации туда будут входить бейсболка военизированный костюм брюки шорты футболка и рюкзак перечислила я это все не случайно за вот эти вот 100 комплектов планируют отдать 700 тысяч рублей вы заметили что в россии всегда есть деньги на войну и никогда нет на все остальное вот например на колыме сейчас коллапс из-за снега выпало его много а убирать как оказалось особо некому решить все можно было бы выделением большего количества денег но вот мэр магадана решил сделать по-другому не знаю как долго он думал и думал ли он вообще но мэр решил отправить на уборку снега школьников ну как отправить сказал что инициатива якобы идет снизу то есть школьники сидели и думали чем бы заняться и тут осенило надо снег пойти поубирать это же так здорово и совершенно не считается как использование детского труда у нас в школу города 12 тысяч школьников тоже сегодня школы сказали мы это все инициатива снизу идет что мы выйдем инвентарь есть поработаем будем расчищать пришкольные территории от снега поэтому таким как бы такими вот общими усилиями я думаю что мы очень короткий срок приведем город надлежащий вид и пока на колыме некому снег убирать в якутии еще более масштабные проблемы руководитель администрации олег минского района николай харбин возмутился что местные оказывается черпают информацию не из газет которые власти выпускают а из соцсетей даже исследования провели чтобы это выяснить и теперь харбин решил пристыдить местных за использование соцсетей как источника информации исследование показали что чуть меньше половины процентов информации и только порядка десяти процентов с официальных источник в том числе газет мы разучились читать газеты официальные пожалуйста научитесь читать и вот газеты следить за теми процессами которые происходят люблю я все-таки это технологичную россию если вам было мало серот есть у меня еще одна история в этот раз из воронежа на сайте издания блокнот воронежа к преддверию нового года появилось изображение которое собственно и символизирует этот праздник однако один из читателей пожаловался на него в минкульт заявил что он пропагандирует западные ценности дело в том что решили что на изображении санта клаус а не дед мороз власти не смутила абсурдность истории и они попросили редакцию заменить недостаток и теперь там вот такая картинка ну а напоследок немного о гостеприимстве на болотах в сети выложили видео условий номера в уфе где должны были жить биатлонистки из краснодара в уфу они прибыли на второй этап соревнований кубка содружества а теперь от первого лица давайте посмотрим на условия в отеле кстати сказали что недавно закончили там ремонт туалет у нас вообще жесть посмотри какой и даже нету шторчки нет у нас даже ободка это вообще прикол ты посмотри на смеситель и раковину как бы так на секундочку